здравствуйте друзья у нас вопрос из разряда философских на который мы отвечаем вопрос такой что это значит быть умным вот 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 что такое ум что такое умный что такое не умный и мы со светланой так пофилософствуем немножко я начну с воспоминания небольшого у нас был студент один он закончил философский факультет киевского университета и я могу но приехал учиться я ему говорю какая у тебя специальность какое образование и он так поморщился и говорит я не люблю рассказывать что я вот закончил философский факультет что я философ я бы а почему он как узнают что философ говорят ну по философству и вот мы за светланы не заканчивая философского факультета будем немножко по философствовать значит цвет может быть ты начнешь что такое умный дело в том что когда говорят человек умный это все можно сказать только в сравнении то что нет абсолютного ума и абсолютно во всем абсолютно везде так это все должно идти по отношению к чему-то то есть например умный человек в области математики это значит что он решает лучше задачи чем кто-то другой причем это совершенно не значит например что он решает задачи лучше всех просто в той среде в которой находится он решает лучше задачи чем его сосед по парке может быть он просто натаскали больше на решение может быть у него просветление вот он вообще математика хорошо дается он все задачи решает молодцы хорошо а вот а кто-то может быть лучше всех пишет сочинение это делает гуманитарно подожди секунду это гуманитарная да почему нет он такой умный а кто-то по философствует как мы да мы тоже считаем себя очень умными вот но дело все в том что дело все в том что как бы по жизни различаются ну так на житейском уровне без всяких так заумствование может быть ум в какой-то предметной области что делает тебя оставить себя на ступеньку выше например чем окружающие люди а может быть он такой житейский для этого бытовой бытовой совершенно не нужно никакого образования вот как говорили там русский мужик задним умом крепко он смекает как поступить в какой-то ситуации это уже совершенно другой который помогает ему выжить человек как бы стремится в любой ситуации очень очень часто вот если в этом ключе посмотреть вот какой-нибудь чеку там конфликтный или он допустим по жизни что-то такое делает что ему во вред да и год ноги не умный человек он может быть математически умный он может быть какой-то философский умный но вот он по жизни делает себе во вред что-то говорит он не умный но нет нет а здесь вот критерий хотел сказать дело в том что мы как вот человеческие особи собственно точно так же как любое животное мы стремимся к выживанию но это очень примитивно сказано выживание физическому да мы стремимся к выживанию в обществе в котором мы находимся прежде всего поэтому если человек делать какие-то вещи в этом обществе которые ему же вредят и выходит ему же боком сказал что-то лишнего не поздоровался с кем-то кого-то не поздравил ему это выходит все боком это в целом не говорит о том что он сильно умный это говорит о том что в житейском смысле он нарушает главный принцип вот этой выживаемости чтобы ему как особи было хорошо находиться в этой среде ну ты знаешь вот есть фраза когда говорят что кому-то там хитрость заменяет ум да тоже интересно вот хитрость то есть как бы он он приспосабливается то есть он хорош в приспособлении но при этом он может быть не очень хорошими на в соображении я думаю что здесь так долго это должен нанять или включить в команду кто допустим лучше соображают по предмету что хитрость подачек заранее просчитал что-то да как ему выгодно и сделал тогда он наверное может быть очень тесно с этим связан да потому что ты не можешь быть сильно умным если ты чуть просчитываешь то есть люди такие от бога они на интуитивном уровне чувствуют как им себя нужно повести и все их любит и все замечательно а есть такие которые развивают они понимают а что вот я нахожусь в такой среде не нужно этому сказать это вот этого не сказать давай я может быть тогда вернусь на 20 небольшим лет назад и приведу разговор с германом помнишь герман был владельцем американский мужик он владелец магазина кожаных курток в даунтауне сан-франциско а я у него под по субботу вышибал и стоял за 20 долларов это была моя первая американская подработка такая ну как вышибал и я просто присматривал чтоб не украли от он один там в магазине если он с клиентом начинает работать то ну там примерять что-то в этот момент он не видит что творится могут вынести а я вот там стоял в двери и посмотрю так вот поскольку за день в магазин заходил человек 15-20 максимум и половина из них просто проходила так вдоль стены уходила то времени было много мы с ним беседовали на разные темы у меня старше лет на 10 и он такой же был философствующий мужчина а я все думал как вот в америке нам обустроить английский не говорил толком учил английский и вот мы с ним значит там беседовали на разные темы а мне главное он был язык подхватить и вот он как-то раз меня спрашивает скажи ведь майкл вот с твоей точки зрения как все такой человек умный я говорю ну ну что могут я тебе отвечу умный это значит что мы с ним согласны или он с нами и но такое сервяжное определение но я хочу сказать что-то уже до 20 лишним лет прошло и я постоянно убеждаюсь особенно вот сейчас до интернет пошел форум и значит там социальные сети даже вот комментарии там у нас под видео и так далее кто умный вот с кем мы согласны нет нет тут есть него давайте давай я делала в том что опять же а судьи кто то есть как субъективное понятие нет подожди секунду вот значит ты говоришь кто умный кто со мной согласен то есть твои ли я с ним или ты с ним в твоих глазах он умный а в чьих-то чужих глазах он может себе вредить и делать какие-то абсолютно дурак вопрос же в том что если он вот это мое такое мнение что если он достаточно умный то он будет себя вести адекватно опять же с точки зрения выживаемость твоей но но на точке зрения его собственное несколько текст твои с твоего понимания выживаемости потому что ты говоришь смотри но он с его собственной точки с его точки зрения он все прав а с твоей точке зрения он не прав и ведет себя не умно потому что это твое понимание правильного выживания нарушены им правильно а в своем своей системе кардината в порядке представь себе человека но он хочет понять я умный или не умный тогда скажите мне делают больно или нет если мне не делают больно сейчас я веду хорошо землю но будут они не стоят вам есть принципы а как он может дышать женщины на дождитесь всегда есть люди которые готовы за корку хлеба любые принципы продать а всегда есть люди которые готовы за принципы жизни отдать везде есть люди везде есть люди разное и и те люди и другие люди нужны для выживание. В одной ситуации выживут те, кто беспринципный. В другой ситуации выживут те, кто принципиальный, те, кто идет до конца и воюет и побеждает. Света, мы существуем и те, и другие, потому что и те, и другие нужны для выживания. В разных обстоятельствах. Понимаешь? Поэтому я бы так сказал. Я думаю, что если это идет угроза его собственного существования, с его точки зрения, это твое понимание. Это не мое понимание. Я думаю, да? Нет, нет, правильно. Но если есть угрозы существования, то все, что ты делаешь вопреки существованию своему, это не будет умным. Опять же, это моя точка зрения. Значит, я на самом деле, если говорить про ум, если меня спросить, а что такое ум? Вот не Германа, который из магазина кожаных курток, а, допустим, если спросить меня, как я понимаю, ум это способность человека анализировать и синтезировать. То есть, приходить к каким-то выводам, обобщать, вычленять какие-то вещи и обобщать. Поэтому, мы говорим, вот этот умнее, а тот очень умный. Этот вообще-то гениально умный. Почему? Он так глубоко видит и так соображает, и у него эти цепочки логические выстраиваются, что, ну, нифига себе, чувак, ты понимаешь? Я бы к этому еще добавила, помимо умения там видеть и так далее, еще скорость обучаемости, потому что никто не рождается умным, все дети проходят период, когда их все учат как быть умным и так далее. Так вот, степень, быстрота, скажем, обучаемость, это тоже, наверное, признак. Нет, безусловно, люди рождаются с разными предрасположенностями к интеллектуальной деятельности. Тут ничего с этим сделать нельзя. Тот, у кого нет, значит, его можно развить до определенного уровня, но не больше того. Тот, у кого есть, может не развиться никак, понимаешь? Но все-таки есть некоторые генетические элементы, есть социальные. Значит, в обществе у людей возникает возможность иногда, а иногда не возникает. И чем более развитое общество, тем больше возможностей у членов этого общества в развитии своих природных задатков. Но мы не рождаемся все одинаковые, Свет, это совершенно очевидно. А я и не на этим степень. Нет, ну ты говоришь, что... Я говорю, степень научаемости у всех разная, для тех, кто быстро научается. Может быть, они не будут умнее. Может быть, они не будут умнее. Потому что способность к анализу и синтезу на это может не повлиять. Он может, например, больше разных схем знать, с которыми можно подойти к решению той или иной задачи. За одну единицу времени, скажем, один год в университете, один освоил там 10 методов, а другой 25. И в этом смысле он более продуктивен. Это не значит, что он более умный. Ты посмотри вот на гениев, общепризнанных, вот таких, как Эйнштейн, например, которые в молодые годы вообще считали, что он какой-то такой замедленный сильно, как бы туповатый, понимаешь? А потом вдруг выясняется. Но дело все в том, что Эйнштейн, опять же, как раз возвращаемся к тому, с чего мы начали, известно, что Эйнштейн был очень тяжелым человеком в общении. И страшно неуживчивым, и страшно конфликтным. Я такого не слышал. А я слышал, я читала, и что то, что он создал великую теорию, значит, он был умным именно в этой узкой области. И совершенно гениальным. И совершенно не способным к выживанию в обществе, если бы он не жил там в семье, его не поддерживали, и так вот затоптали просто. Поэтому это очень тонкий. Это две совершенно разных способности человека продвигаться в какую-то научную сферу. Но да, это тот же самый ум, только твой дверной стороны. Я думаю, что вопрос на самом деле не был о житейском уме. Мы просто говорим про житейский ум в том смысле, что в обществе как бы это одна из проекций, одна из областей, где применяется слово умный. Вопросе, который там прозвучал, и который я привожу в описании к видео, там формулировка такая, что вот если человек много знает в какой-то предметной области, то вроде он умный. Но с другой стороны, говорит он, а если я, например, тоже разберусь в этой предметной области, я теперь тоже буду умный. Вот я бы все-таки разделил. То есть есть количество знаний, которые человек накопил, а есть способность человека к анализу и к синтезу. И это разные вещи. Безусловно, когда он накапливает знания, он накапливает и методы тоже. И эти методы обогащают его сознание, развивают его сознание. И он становится более умным в этом смысле. Он лучше делает анализ, он лучше делает синтез, он развивается в этом плане. То есть безусловно, можно стать более умным, если ты будешь тренировать свой ум. Но все-таки одно дело такое пассивное усвоение знаний, а другое все-таки значит, препарировать это знание и получать новое знание. Ну что, Светкин, мы поговорили про умность и неумность. Есть что сказать? Я бы все-таки, может быть, закончил тогда на том, что когда люди об этом говорят, вот на форумах, в соцсетях, в комментариях под нашими видео и так далее, я все-таки возвращаюсь к Герману и его определению. И хочу сказать, что львиная доля того, что мы видим в общении, это все-таки на уровне субъективном, когда человек говорит, вот этот умный, тот умный, просто потому, что он с ним согласен. Этот с тем или тот с этим. То есть это не важно. Но у них мнение совпадает. Есть чудовищное количество комментариев, вы их не видите, я удаляю. Но несовпадение мнений приводит к ужасным совершенно комментариям, когда оскорбляют, когда ругаются, плюются, там из себя выходят, их трясет всех. Просто по факту несовпадение мнений. А если человек тебя слушает, он говорит, вот это умный. Или там, он может сказать, что ты честный, что ты правду говоришь, потому что это совпадает с тем, как он видит картину, так сказать, мира. Вот и все. И он может слушать абсолютного лжеца, где ни одного слова правды нет. Но если он сам зомбирован средствами массовой информации, вот в этом направлении, индоктринирован, и вот он слушает абсолютную ложь, говорит, это честные, это умные люди, вот они говорят правду. Поэтому я думаю, что совпадение или несовпадение мнений, мнений, это то, как люди судят субъективно очень-очень многие характеристики других людей. И ум, и честь, и совесть, и знания, и так далее, и все на свете. Вот я бы на таком обобщении бы и закончил. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»